И ответ священника, и я ее ведущая, Александра Михайловская. Сегодня иеромонах Фотима Чалов готов ответить на ваши вопросы. Батюшка, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте, добрый вечер. Я также хочу представить вам нашего сурдопереводчика Нелю Пряничникову. Пишите, звоните к нам по телефону в горячей линии, звоните к нам в скайпе, а также присылайте смс по номеру телефона, который прямо сейчас появляется внизу ваших экранов. Ну, батюшка, у нас уже есть часть вопросов. Если вы готовы, давайте начнем. Да. И первый вопрос у нас сегодня такой от Натальи. Здравствуйте. Грех ли зарабатывать деньги на биржевых инвестициях? Что скажете? Я знаю, что многие играют, и даже некоторые из наших братьев тоже этим баловались. Не знаю, как успешно, неуспешно. Но, конечно, как любая такая азартная вещь, это как и лотерея, да, это является грехом. Почему грехом? Потому что она становится страстью, а ты становишься рабом. То есть она тобой овладевает. И как сказал апостол, все нам полезно, но ничто не должно нами обладать. Поэтому, конечно, вот такие вещи азартные, как и казино, и биржа, и лотереи, и все такое, и карточные игры ужасные, да, все это является грехом, потому что оно затягивает. Хочется погрузиться в это. И ты теряешь голову и теряешь средства свои. Спасибо за ответ. Следующий вопрос у нас от Ольги. Мы с мужем прожили в венчаном браке 31 год. Пишет она, полгода назад я его похоронила. Друзья говорят, если встретишь мужчину, выходи замуж. Одной быть не надо. А мне кажется, что если я начну новые отношения, то придам мужа. Спасибо за ответ. Видимо, Ольга ждет ваш совет, батюшка. Правильно ли это? Это, конечно, резонный вопрос. Действительно, когда столько лет прошло после совместной жизни, человек превращается в однолюбо и действительно уже не мыслит на никакого другого спутника жизни, потому что так или иначе он всегда начнет сравнивать с тем, что было до этого. Но церковь не запрещает вдовам вновь находить мужа. Вот дело как раз-таки в психологическом барьере. Сможет ли человек действительно себе разрешить, во-первых, но это не будет предательством. Это не будет. Потому что и венчают тоже после того, как погиб муж или умер. Поэтому здесь нужно найти в себе только лишь вот эту золотую середину, когда ты будешь понимать, что ты любишь человека, который ушел на тот свет, и одновременно можешь дарить любовь и получать ее от нового мужа, который будет тебе опорой, поддержкой и, возможно, даже причиной новых детей. Возможно, Ольга даже так реагирует и сомневается, потому что прошло только полгода, и это относительно небольшой срок. Да, я знаю, что я сам знал людей. И для меня, для юноши-максималиста было достаточно странно узнавать, что девушка после кончины своего мужа, с которым она уже была обвенчана, но жизни не так много, год-два, может быть, только начинающийся брак. Но все равно это была большая любовь, и еще как бы не успела она вот раствориться в этих буднях серых. То есть это действительно было на пике отношений. И я потом узнавал, что она нашла другого мужчину и счастлива с ним. И для меня это было непонятно, но мне объяснили, что такова жизнь, что в этом нет ничего страшного, нет ничего предосудительного. И действительно, сердце настолько огромное у человека, что оно способно любить и после того, как потеряешь у человека дорогого. Спасибо за ответ, батюшка. Следующий вопрос от Марины. Муж страшно ревнует без всякого повода. Мы прожили 28 лет, и эта проблема с нами тоже живет. Если заговорить со мной противоположный пол, и я отвечу, то это уже считается предательством и изменой. Чтобы оградить себя от нападок мужа, я стараюсь избегать разговоров и выход в общество. Как мне дальше жить, кому молиться? Молиться нужно Петру Февронии Муромским, конечно, чтобы они помогли. Может быть, здесь идет речь о каком-то вот бесновании. Не обязательно, да. Возможно, это просто человек очень мнительный, очень эгоистичный, потому что он воспринимает свою супругу как предмет, свою собственность. И не мыслит никаких иных занятий, которые бы увлекали супругу. Не мыслит никаких друзей, даже если это совершенно безобидные. Он может реновать даже к женщинам. То есть, в принципе, когда он видит, что его жена начинает распространять свою энергию и любовь на других людей, пускай даже на детей кого-то, он все равно будет ревновать. Потому что человек не нашел, на самом деле, вот этой точки гармонии, чтобы понимать, что ничего не поменялось на самом деле, да. Что просто отношения, они становятся более глубже, люди друг в друга прорастают как бы корнями и становятся роднее с течением жизни. И здесь уже нельзя проявлять таких эмоций, совершенно необоснованных, и терроризировать свою вторую половинку. Потому что вот так вот беспочвенно распадаются браки. Особенно, когда человек достигает кризиса среднего возраста, то ему мерещится все, что хочешь. И он тогда обвиняет свою супругу во всех грехах, то есть буквально выдумывая их, фантазируя. А фантазия может быть просто безгранична, и это и страшно. Смотрите, батюшка, здесь Марина в своем письме пишет и то, что она даже боится выходить в общество. А как с этим быть, девушки? Ну, опять же, вырабатывать в себе уверенность, но такая уверенность, которая не будет оглядываться постоянно и бояться. Понятно, что в Евангелии скажут, что надо боиться мужа, но этот страх, он подобен страху Божьему, да, когда жена боится обидеть как-то. Когда это такое уважение. Да, именно вот тут подходит слово, а не в том смысле, что он становится тираном, и она должна все время находиться в каком-то страхе, в нервотрепке такой, да, и постоянно не знать себе места. И действительно, это человека и асоциализируют в какой-то момент, потому что он действительно не может уже выбрать род деятельности. Причем, опять же, дополню, что муж может даже ревновать к работе, не конкретным людям, да, физическим, а именно к тому, что женщина становится как бы доминантой в семье. Он очень боится этого, потому что, как самец, да, мужчина должен доминировать в семье, он должен быть хозяином, и он всегда будет бороться за свое первенство. Поэтому любая причина или хотя бы какой-то намек на то, что женщина немножечко как бы эмансипируется, да, вот как-то найдет себе интересные социальные служения, там, как-то статус повысится, это, конечно, тоже очень раздражает мужчин, наверное. В общем, нельзя терять Марине себя, правда? Ну, терять себя нельзя, ни в коем случае нельзя быть на поводу вот таких вот страстей и капризов, потому что надо делать дела, надо оставаться человеком, наслаждаться жизнью и в полноте своих возможностей одаривать всех своей энергетикой, энергией, любовью. Спасибо, батюшка. Марина, прислушайтесь, пожалуйста, к словам отца Фотия. И самое главное, делайте добрые дела во славу Божию. А мы сейчас перервемся на короткую паузу. Вообще торжественная книга. Это такая оратория. Там много оркестровых тем, как бы, и там очень много голосов, и очень много инструментов. Вот, и там хороший режиссер. Что касается сценария, то кому не знать, как ни человеку, работающему в кино и на ТВ, что от сценарного плана всегда есть отступление. Всегда есть замедление, ускорение, всегда кто-нибудь фальшиво испортил свою партию, нужно переигрывать все заново. Поэтому если это сценарий, если это партитура, то не думайте, что все будет исполняться вот прям как по нотам, как бы, что мы держим в руках некий график исполнения событий. Графика в руках у нас нет. У нас нет дорожной карты происходящих событий. Мы имеем таинственную книгу, которая может двигаться вперед и назад, потом опять назад, потом еще больше вперед. И как сильно ошибались все те, кто пытались объяснять буквально апокалипсис и находить в нем историческую схему уже произошедшего. Это всегда не так. Там нет про вакцины, там нет про печати, там нет, вернее, про печати есть, про антихриста, да, страшного суда. Там нет, там есть суд. Но на самом деле там есть про все. Там есть про то, как человек отвращается от Бога, обращается к Богу, вразумляется казнями, не вразумляется ими. Там, в общем-то, это книга о человеке. И мы много страшного узнаем о человеке. И много великого. О том, какой он может быть небожитель, живущий на небе. И какой может быть враг, Господень, кусающий себе язык от злости, все-таки упорно не хотящий покориться сидящим на престоле. То есть это откровение, в том числе, о человечестве и о человеке. Апокалипсис. Святые. Святые – это обычные люди, но которые проводили свою жизнь в постоянной молитве, посте, воздержании, в исполнении заповедей Божьих и таким образом угодили Богу. За это они получили от Господа особые дары – исцеление, пророчество, чудотворение и после своей кончины удостоились Царства Небесного. Избыток любви, явленный святыми в земной жизни, подвигает их и на небе быть ходатаями за всех людей перед Богом. Святые отцы – это подвижники и учителя, праведники Христовой Церкви, прошедшие в земной жизни деятельный путь очищения от страстей и оставившие людям свои поучения и советы. Это итоговая программа «Главное». События недели, о которых говорят все и то, что увидели только мы. «Главное» с Анной Шафран. По воскресеньям. Подпишись на «Главное». Как говорил наш Мичман, незаввенный криворучка, уходим по одному, если что, мы геологи. Авторский цикл Никиты Михалкова «Бесогон». По воскресеньям. Мы – Михаил и Екатерина Башкатовы. Мы отправляемся в путешествие по православным святыням Северного Кавказа и Ставрополья. Очень красиво, божественно. Здесь христианство было и остается неотъемлемой частью духовного и культурного наследия. Это первый храм, который казаки построили на территории современной Карачао-Черкесии. Мы откроем для себя множество жемчужин этих древних земель. Это южная стена города, а северная стена – вот от той горы до реки. Мы заберемся в горы к уединенным храмам. Это чудо, конечно, это какое-то невероятное. Ну, вообще невозможно оторваться. Вперед к святыням России. Святыни России с Михаилом и Екатериной Башкатовыми. Священники-добровольцы отправляются на разные участки фронта, чтобы поддержать военнослужащих. Приходилось молиться во время боя? Да. Я туда молился, потому что довольно-таки жутковато. Я считаю, что это твое второе рождение. Ты рождаешься обновленным для жизни с Богом. Программа «Прямая линия. Ответ священника» продолжается. Отец Фотий Мачалов, напомню, сегодня отвечает на ваши вопросы. Пишите и звоните к нам по телефону горячей линии. Звоните к нам в скайпе. А также помните, что у нас есть номер в WhatsApp, на который можно прислать ваш вопрос. 8495-626-8183. А у нас, Батюшка, есть первый звоночек. Сегодня здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, Батюшка, Фотий и Александра. Здравствуйте. Меня зовут Раиса. У меня такой вопрос. Батюшка, вот в 5-м, в послании Якова, 5-й, вот в главах, да, там написано, что сейчас я прям прочту, что в оближнем прошли до слуха Господа, Саваоса. Вот, понимаете, я не понимаю, Бог-то один вроде бы, да, Бог-Отец. А вот Саваоса я вот это слышу впервые, что это так вот зовут, что это говорит Господь Саваоса. Так, больше. Можно уточнить, да, вопрос? Такой звук, не очень разборчивый. Вопрос про имена Божьи. Да. Об именах Божьих. Есть несколько имен в Библии мы встречаем, в Ветхом Завете. Яхвы или Ягова и Господь Саваос в то же время присутствует. Вот, сейчас я не могу вам сказать, как точно это переводится, но смущаться здесь не нужно, потому что это все тот же самый Господь, не потому что как-то раньше его по-другому называли, но, если я не ошибаюсь, даже в литургических текстах присутствуют такие различные имена, обозначающие в целом Господа, Бога Троицу, Бога Творца. Вот, отдельно упоминается вторая ипостась, это Иисус Христос, вот, но здесь вот у меня не хватает энциклопедических знаний, я думаю, что это надо посмотреть в интернете, это очень быстро можно найти и точный ответ. Ну, смущаться не будем, Раиса, у вас интересный вопрос, спасибо за него большое. А мы идем далее, и следующий вопрос у нас из WhatsApp от Егора, как найти своего батюшку в каждой молитве? Прошу об этом, но, увы, вот что посоветовать Егору, как все-таки найти своего духовника? Нужно пробовать, нужно подходить к священнику в том храме, в котором ты ходишь, общаться с ним, исповедоваться, спрашивать вопросы какие-нибудь, то есть испытывать его. Если ты видишь, что он отвечает в том духе, как тебе интересно выслушать его, то есть если ты на одной волне с ним, ты это чувствуешь, а не так, что он давал тебе какие-то советы, они были для тебя недоступны совершенно. И по своей риторике, и по тому, что предлагает батюшка, как изменить свою жизнь, например. Поэтому нужно находить такого пастыря, который будет тебе интересен, приятен, и с которым ты будешь говорить на одном языке. Здорово, спасибо, батюшка, за совет. А вот если разобрать такую ситуацию, что, предположим, человек нашел своего духовника, и ему действительно очень близко то, как батюшка говорит, отвечает на вопросы, но вот жизненная ситуация появилась в жизни человека этого, и он не согласен с тем, что советует батюшка, что в таком случае делать? В таком случае... То есть всегда ли нужно слушать своего духовника без каких-то нареканий, вопросов, или можно где-то и не послушать, если твое сердце говорит об обратном? Я бы все равно задумался для начала, потому что нельзя сразу же отвергать то, что советует священник. Все-таки ты пришел к священнику за волей Божией, да, и неважно, там, прозорливый, непрозорливый, ты уже идешь с верой, и ты идешь не к какому-то там психоаналитику, а ты идешь в храм к священнослужителю, который руководствуется священным писанием и Духом Божиим. И кто знает, может быть, именно в тот момент, когда он сказал что-то неудобное для человека, именно в тот момент вот батюшку осенил благодать, он, может быть, сам того не подозревает, но он сказал то, что пришло первое ему на ум, а может быть, это и есть то, что будет полезно человеку. Как правило, мы всегда противимся тому, что является для нас полезным, потому что полезное всегда берется понуждением себя, это всегда труд усилий над собой. И, конечно же, нам хочется ничего не делать, сложить ручки, пускай за мной все делается, мы вот помолимся, оно как-то вот волшебно все разрешится, но нет, все-таки под лежачий камень вода не течет, и надо самому тоже немножечко прилагать усилия в этом мире, и Господь уже будет помогать при твоей активной работе. Спасибо, батюшка. Следующий вопрос от Людмилы. Уважаемый батюшка и ведущая, расскажите, пожалуйста, кто и как управляет жизнью человека? Такой необычный вопрос. Никто не управляет, иначе бы это был совершенно другой мир, это был бы мир марионеток, кукол, таких на ручке, кукольный театр. Вот, поэтому мы всегда ищем какие-то оправдания, мы всегда ищем виноватых в том, что происходит вовне себя. Самое первое, во всех проблемах нужно искать корень зла в себе, и не только зла, даже то добро, которое случается вокруг тебя, это может быть возвратившееся к тебе добро, потому что когда-то ты тоже что-то сделал хорошее. Вот, как, знаете, вот на дороге люди там, если вот гаечник встретился, да, ты моргнул. В следующий раз тебе тоже моргнут, потому что это вот есть некий этикет. Такой круговорот добра в природе, правда? Да, и вот так тоже во всем, да, есть малый такой пример, но он во многом проявляется в жизни, когда друг другу люди помогают, и это возвращается потом, потому что люди привыкают делать добро, бескорыстно, безвозмездно. Вот, и что я хотела сказать, что Господь, конечно, может предузнать наши деяния, но он предузнает и плохой наш выбор, и хороший наш выбор. Все равно выбор остается за нами. Никто нами не управляет, мы сами, наша душа управляет нашей жизнью, и даже не мозг. Потому что мозг – это всего лишь вычислительный такой центр, который управляет непосредственно телом. А все-таки воля, она принадлежит душе, и именно она решает поступить так или иначе. А я напомню нашим зрителям, что у нас есть чат-бот в Телеграме, найти его просто. Для этого в поисковой строчке набирайте название нашей программы «Ответ священника». Как раз следующий вопрос будет оттуда. Здравствуйте! От нательного крестика отвалился образ Христа. Что это может означать? И можно ли носить такой крестик? Что скажете? Да. Ну вот сразу вспоминается такое изречение «Убоявшийся страх и держи небес страх». То есть не нужно во всем искать какой-то знак, какую-то примету, не нужно настороженно обо всем думать. Потому что, ну вот, отсоединился, потому что был плохо прикреплен. Вот в чем причина. Да, окислился, да. И, видимо, он был составной. Действительно, Христос накладывался уже после. И, может быть, там что-то с клеммой или со сваркой, или как там это называется, случилось. Просто, если хочется, можно тогда купить новый крестик. Этот пусть у вас лежит где-нибудь в шкафу. Вот, напоминаю вам о прошлой жизни. А теперь, может быть, вы благодаря тому, что наденете новый крестик, и одновременно, и как-то что-то новое привнесете хорошее в свою жизнь. Спасибо, батюшка. А следующий вопрос у нас такой. Добрый вечер, батюшка, благословите. На этой неделе еду в командировку, путь продолжительный. Хотелось бы в дороге почитать псалтирь по усопшей маме. На следующей неделе ей будет два года. Но понимаю, что ни на словах не смогу вставать, ни перекреститься, дабы не смущать других людей. Стоит ли так поступить, читать дороги, либо отложить это благое дело на другое время? И, если можно, благословите. Бог благословит, помоги Господи, конечно. И я сам по себе знаю, по опыту жизни, что в трудные моменты меня очень спасала псалтирь. Я молился не по усопшему, но все равно псалтирь мне помогала. Действительно утешала, успокаивала, давала надежду. И делал я это все равно, ну, насколько мог в тайне, да, то есть так, чтобы это не было заметно, потому что я вообще сам не люблю, когда я вижу какого-то, вот, наручица молящихся на публике, когда люди начинают, вот, изображать из себя богомольников. Не стоит этого делать. Молитесь в тайне, а Господь увидит явно, да, как Он говорил, что то, что будет в тайне, то будет явлено перед глазами Божиими. Поэтому Господь слышит, и когда вы вслух молитесь, и когда вы про себя молитесь. И кто знает, что вы там читаете в поезде, да, можете, не обязательно креститься, не обязательно шептать, просто читайте, и получите помощь. И ваша матушка, да, мама, да, Царствие Небесное, и сами тоже получите большое утешение. Спасибо за ответ. Следующий вопрос у нас от Андрея. Скажите, пожалуйста, в Евангелии сказано, что женившийся на разведенной, тот прелюбодействует. А мой друг женился на разведенной с мужем. У нее ребенок общий, и он счастлив. Я сейчас познакомился с разведенной женщиной. Стоит ли продолжать общение или не надо? Ну, если разведенные гражданским уставом, да, то я здесь не вижу какого-то противоречия. Тем более в России по статистике, я вот не помню точную цифру, но более 70% разводов. И, соответственно, разведенных людей должно быть довольно много. Да, все-таки нужно, наверное, мыслить в сторону созидания, а не того, чтобы искать любую причину, чтобы как-то брак не состоялся. Поэтому, наверное, все-таки будем думать в позитивном ключе, не боясь, а лучше даже заручившись благословением священника, и что в дальнейшем батюшка вас повенчает. Спасибо за ответ, отец Фоти. А мы сейчас прервемся на короткую паузу. Вас приветствует семья Макарских. Это проект «Святыни России». И мы снова в пути. Под мостом пойдем. История христианства на донских просторах начинается еще с апостольских времен. Купея со святой водой находится прямо в центре города Милионик. Я нахожусь буквально в 30 километрах от Белого моря. Мы идем на Анзер. Там вообще нет местного населения, живет только братья нескольких скитов. Это самая большая икона Божьей Матери Всецарицы и Я. Все, дальше ни машины, ни ходу нет. И другого пути добраться в монастырь тоже нет. Ну вот он, Волжский Афон. «Святыни России» с Антоном и Викторией Макарскими. Христианство есть единственное убежище русской земли ото всех ее зол. Если ваша семья находится на грани развода... Верить мужу у меня больше не получается. Если с детьми или родителями возникло непонимание... Есть только две причины, по которым распадается семья. Это смерть одного из супругов и блуд. Если вы не знаете, как наладить отношения с близким человеком... Где взять мудрость? Где взять вот эту молитву о счастье? Наши священники, психологи и юристы готовы помочь и поддержать. Совершенно точно надо расставлять приоритеты. Мы вместе постараемся найти выход из кризиса и сохранить вашу семью. Господь, видя вот эту честность, видя эту правду, Он обязательно поможет. Звоните нам. Плюс семь девятьсот восемьдесят пять ноль шестьдесят три девяносто четыре девяносто четыре. Или пишите на почту. СОС СОБАКА СПАСТВ ТОЧКА РУМ Тут человека надо спасать. Тут не просто разъяснять. Тут надо вымаливать уже этого человека. Служба спасения семьи. Крещение. Крещение – это одно из семи таинств в Церкви. Крещение – это священное действие, в котором верующего Христа через троекратное погружение тела в воду с призыванием имени Святой Троицы омывается от первородного греха, а также от всех грехов, совершенных им до крещения, духовно умирает для жизни плотской, греховной, и, вновь рождаясь, облекается в благодать Божию для жизни святой по Евангелию. Апостол говорит, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Без крещения нельзя вступить в Церковь Христову и стать причастником благодатной жизни. 15 веков назад святой Иоанн Лествичник написал инструкцию восхождения на небо. Протеерей Игорь Фомин и Борис Корчевников в проекте «Лествица» нырнули следом за святым Иоанном в глубины знания о человеке. Книга по проекту «Лествица» делает этот непростой древний труд доступным и близким. 30 глав книги – это 30 ступеней восхождения в небо. Всего 30 ступеней на то, чтобы стать человеком. Война. В связи с обстрелом мы перейдем в крам. И Библия. Нынешняя война – это логичные библейские последствия, что у нас нерзости обильно произвели. Книга святого наших дней Николая Сербского с главными ответами и об этой. Программа «Прямая линия. Ответ священника» продолжается. И романах Фотима Ачалов, напомню, сегодня отвечает на ваши вопросы. И мы очень ждем ваши звонки к нам в студию в прямом эфире. Также помните, что и в скайпе вы можете нам легко дозвониться. Ну и прямая трансляция нашей программы идет сразу на нескольких спасовских платформах в Рутубе, Одноклассниках и ВКонтакте. Уже по традиции показывают тот самый пост во ВКонтакте, под которым вы можете задать свой вопрос батюшке. И главный вопрос программы у нас такой – зачем мы носим крестик? Вот, казалось бы, да, вопрос, который уже задавался не раз, но людей все равно интересует. Самые сложные вопросы, да, самые простые вопросы, очевидные как бы, да, очевидные вещи, почему-то мы не знаем причину того, почему это происходит. Крестик, сразу скажу, что это не какой-либо оберег или амулет, соответственно, не должно к нему быть и такого отношения. Но, тем не менее, крест – это наша защита от дьявола. Это не значит, что мы не способны грешить при этом, но крестик, даже не крестик, а крест, просто, наверное, будет правильнее сказать, всегда нам напоминает о том, что мы крещены, во-первых, и во-вторых, что мы являемся членами огромной церкви. И вот это постоянное напоминание хранит в нас страх Божий. И не сам по себе крест от нас отделяет от греха, да, отводит. А именно напоминание того, что он у нас есть на теле, даёт нам подсказку каждодневную, ежечасную о том, что есть Господь, который распростил свои руки на кресте, как бы обнимая этими руками всё человечество и забирая на себя все грехи человечества. И вот пред лицом вот этой жертвы всегда сравниваешь свои поступки, свои мысли и желания, и понимаешь, насколько они либо тщетны, либо насколько они безумны, греховны. Вот. И даже твои добродетели пред лицом божественной жертвы, Господней жертвы, всё равно остаётся микроскопическими. Поэтому я думаю, что ношение креста, оно такое и символическое, одновременно и метафизическое. И ещё раз это напоминание о том, что мы сами должны нести свой крест. Вот. Каждому даётся по силам. И каждый, конечно же, выполняет какую-то миссию на этой земле, страдает тоже, да. И мы, когда смотрим на крест и говорим себе, вот Господь страдал и нам велел, Господь терпел и нам велел. И вот. И тогда наши страдания становятся не такими значительными, как казались. Спасибо, батюшка. Вопрос из ВКонтакте от Ирины. Добрый вечер. Скажите, можно ли собороваться два раза в год? В году? В год? Правильнее будет? Ну, если человек болящий, то, конечно, можно. И, может быть, даже нужно. Потому что соборование, прежде всего, предназначалось для людей больных. А вообще, обычным людям достаточно одного раза в год, и то не обязательно. Опять же, поскольку это таинство, оно, скажем, факультативное такое. Оно присутствует в нашей жизни именно для того, чтобы усилить молитвенно, молитвенную помощь соборную, да. Почему это и соборованные называются еще, а не только елеосвящение. Именно благодаря вот соборной молитве, молитве сугубо батюшки, разрешить какие-то вот болезни. Спасибо за ответ. А у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, это звонит вам Ольга. Вот человеку делаешь добро, 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 а потом возвращается зло. Как быть такому человеку? Ну, вот такая ситуация, батюшка. Что скажете? Я думаю, что каждый христианин с этим сталкивается. Не нужно ждать возврата своего добра. До поры до времени, конечно же, Господь воздаст вам за вашу доброту. Обязательно в сто крат. Но делать нужно добро вне зависимости от того, как оно тебе отзовется. Вот. Иногда добро может быть просто слово, которое вы замолвите за человека, да, походатуйствуете за кого-то. А тот человек даже не отплатит никаким даже спасибо. Вот. К сожалению, да, не всегда мы получаем благодарность. Но надо знать, что вы выполнили свое христианское предназначение. И Господь обязательно учтет это в большой книге наших дел добрых и недобрых. А вдруг ваше доброе дело перевесит несколько нехороших вещей? Конечно. Вот я от себя скажу, что ни разу в жизни я такое не встречала, что человек делает добрые дела для всех, а получает в ответ только что-то плохое. Ну, мне кажется, это скорее как исключение или какие-то повседневные искушения, проблемы, но не правило. То есть когда мы делаем добро, оно к нам в любом случае возвращается. Правда, батюшка? Тем более я думаю, что да, что это такой хороший маркер, когда ты видишь, что возвращается какой-то негатив, значит, ты что-то все хорошо сделал. Спасибо, батюшка, за ответ. А мы сейчас прервемся на маленькую паузу. Оставайтесь с нами. Книга «Имя России. Духовная история страны» известного журналиста и телеведущего Бориса Корчевникова уже в продаже. Историю пишут двое – Бог и человек. История – это откровение. О Творце, Его замысле и о нас самих. Кто мы и что можно понять про нас, поняв нашу веру? Понять логику Творца, смысл, причины и цель всего, что с нами происходило и происходит, значит понять Россию. Значит, назвать имя России. Информация о продаже книги Бориса Корчевникова «Имя России» на сайте спас.тв.ру Был момент, когда я хотел с жизнью расстаться. 12. Первый на телевидении проект о борьбе с алкогольной зависимостью. И вы сделали свой первый шаг. Вы приехали сюда. Телеканал «Спас» при поддержке Синодального отдела по благотворительности в рамках нацпроекта «Демография» представляет третий сезон телецикла «12». У нас есть возможность рассказать о вашем пути преодоления. 12 новых героев решили изменить свою жизнь. У него умер отец, я сильно запил. Ночью кушку вечером, норма моя была обычная. Смогут ли они найти в себе силы преодолеть зависимость? Вы действительно готовы? Да. Тогда с Богом. 90 дней. 12 добровольцев будут пытаться преодолеть зависимость, которая чуть не сломала их жизнь. 12. Книга по проекту телеканала «Спас» профессор Осипов. «Зачем Бог?» Ответы на главные вопросы веры. Ужас. Что такое там? Что там творится? Это божественное писание. Как человеку не запутаться в этом? Есть гнев и слога, есть гнев и любви. А как человеку научиться молиться? Иисус в себе само исцелил человеческую природу. Ищите на книжных полках страны и на сайте спас.тв.ру Вера. А какое счастье ходить всей семьей на службу. Надежда. Что Господь, вот Он, вот Он рядом. Терпение. Слово не значит ничего, а значит только, как оно рождается. Прощение. Прощать мы должны в том числе и тогда, когда у нас прощения не просят. Любовь. А о чем еще писать-то по этому? О самом главном. Авторская программа Владимира Легойды «Парсуна». Теперь и на страницах книги. Любое творчество серьезно понятое – это собеседование с ним. Откровение известных людей о Боге, о вере, о личном. То, о чем они никогда раньше не говорили. В новой книге телеканала «Спас» собраны избранные интервью Владимира Легойды с актерами, учеными, священниками, режиссерами и многими другими. Подробную информацию о книге «Парсуна» ищите на нашем сайте – спас.тв.ру. Его знает близко почти каждый человек в церкви, но найти точные слова, чтобы описать его, сложно. В Библии он и огонь, и свет, и голубь, и сильная буря, тихое дыхание ветра. «Дух приходит, как свежий ветер». «Дух святой дает мир». «Вокруг головы свет, иногда даже лица не видно». «Я не прошу этого, потому что я испытаю себя недостойным». «А я не свечусь, почему?» «Нет, вы светитесь». «Этот огонь создал из них новых людей». «Огонь все пожрет, все очистит. Батюшка, огонь, ты меня прости». «Приди, приди, призываю святого духа, приди и защити меня». «Трилогия Бориса Корчевникова». «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». «Святой дух». «Я не понимаю». «Программа «Прямая линия. Ответ священника» продолжается. Звоните, пожалуйста, к нам по телефону «Горячая линия» в прямой эфир. Задавайте ваши вопросы от Суфотио. Мы их очень-очень ждем. Ну и следующий вопрос. Точнее, не вопрос о стихотворении от Олеси Маслова. Я не могу прочитать из ВКонтакте. Оно звучит так. «Отец Фоти, Александра, добрый вечер». «Александра, это еще одно маленькое мое стихотворение. Крестик православный, маленький, простой. Мы с любовью носим символ наш святой». Спасибо, Олесе, за него большое. Мы любим и ваше творчество. Присылайте и ваше стихотворение в том числе. Батюшка, а следующий вопрос у нас от Ирины. «Здравствуйте. Кому и как молиться об устройстве личной жизни дочери? Разведена. Спаси Господи». Что посоветуете? Опять же, Петру и Февронии Муромским. Вот. Что здесь можно посоветовать? Наверное, просто нет никаких уточнений. Кроме того, что ты в разводе человек. Наверное, ждать, когда Господь устроит и пошлет человечка для совместной жизни, семейной. В этом торопиться не стоит. Вот. Нужно, наверное, прежде всего наладить отношение, так сказать, в кавычках, с Господом Богом. Да. Не только лишь за нее молиться, но чтобы она сама тоже ножками пришла сама в храм, помолилась. И, может быть, даже вот в церковной среде бы нашла себе спутника жизни. Вот, кстати, встречный вопрос на эту же тему от Елизаветы. Батюшка, а касаемо второй половины, у человека есть судьба или можно ее пропустить? Что скажете? Судьба... Ну, это термин такой нерелигиозный. Это очень девичий вопрос, мне кажется. Светский, языческий в чем-то. Люди придумали его, потому что привыкли романтизировать, в общем-то, все на свете. И из всего делать какой-то вот знак, примету. А на Руси всегда это любили, несмотря на то, что Русь была окрещенная, и все ходили в церковь. Но, тем не менее, не оставляли никаких вот гаданий, и все такого. Это мы видим в романе Евгения Негина, Пушкина. И Господь, на самом деле, независимо от того, гадали мы, не гадали, делали мы, не делали что-то, в самый неожиданный момент, посылая человека, с которым ты вот просто, говорят, перекрестил свою дорогу, то есть, ну, вот, перекресток произошел, да, двух путей. Конечно, случайности не случайны у Бога, вот, тот, кто верит в случайности, тот не верит в Бога. Но Господь, вот, приближает определенные моменты, знаковые в нашей жизни, но судьбой это нельзя называть. Вот, все-таки мы сами вершители своей судьбы, своей жизни, и даже если мы какие-то вдруг звоночки не расслышали, все равно будет вторая, третья попытка. Господь все равно из жалости и милости к нам все равно устроит то, что должно, как Господу, вот, угодно произойти, то и произойдет. Не только в личной жизни, это вообще все события в жизни, они так или иначе чудесно выстраиваются, и каждый человек, оглядываясь на свою жизнь предыдущую, да, он может анализировать и видеть, что очень многое не сложилось бы без промысла Божия. Конечно, спасибо, батюшка, за ответ. А у нас есть звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире? Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Люгос, и у меня такой вопрос. Моя сотрудница замужем за мусульманином. И она читала Коран. Я читаю, я православная, читаю Евангелие, читаю апостолов. И мне, ну, чисто как студентке, которая изучала научный атеизм и историю религии, очень интересно почитать Коран. Скажите, не грех ли это? Не грех ли, батюшка, расскажите, пожалуйста. Ну, церковь особо не благословляет читать писания различных религий, дабы не входить в смущение, в заблуждения какие-то непонятные, да, потому что все равно тебе так или иначе придется где-то искать толкование. Своим умом нельзя ни Ветхий Завет толковать, ни Евангелие, да, нужно обязательно смотреть, что говорит об этом церковь, что святые отцы как это толкуют. А уж тем более совершенно незнакомая вам книга, как Коран, да, другого вероисповедания совершенно. С целью познакомиться, вот что это такое? Познакомиться, да. Если вы чувствуете в себе такую вот силу, что вы можете ради ознакомления, чисто вот в познавательных целях, ради эрудиции какой-то, да, в общем-то и семинаристы тоже должны знать многое, и в том числе знакомиться со всеми религиями мира, и читать различные труды и трактаты, чтобы понимать и делать сравнительное богословие, и объяснять людям, наводить, как бы сказать, людей, особенно сомневающихся на путь истинный. Вот. А читать, я думаю, что с осторожностью можно, но, опять же, надо понимать, что враг не дремлет, он обязательно будет потом наводить на какие-то мысли, а вдруг вот в Евангелии было неправильно сказано, да, а вот в Коране правильно, а вот почему, да, и человек, сам того не осознавая, незаметно для себя уже будет предавать Христа. А этого не должно произойти даже на мысленном уровне, даже сомнений не должно возникать. Поэтому, читая такие вещи, нужно обязательно воспринимать их холодным сердцем, холодным умом, и ни в коем случае не давать себе соблазна толковать это как-то в свою пользу. Спасибо за ответ. Следующий вопрос от Оксаны. Добрый вечер. Мою дочь крестили в возрасте одного месяца. Крещение длилось около 15 минут. Переживаю, все ли молитвы прочитаны. Что делать? Подскажите, пожалуйста. Очень волнует этот вопрос. Вот если крещение длилось около 15 минут, полное ли оно? Ну, время, в принципе, подходит, но бывает и дольше. Я не думаю, что здесь нужно скрупулезно вот так подходить и проверять батюшку. Это неправильно. Крещение так или иначе все равно было произведено, если было окунание, да, или обливание святой водой, да, этого подготовленной, да, над которой молитва была прочитана, и если было совершено миропомазание, то крещение было, состоялось, да, и тогда, когда человек, да, если взрослый, да, высказал свою волю из явлений в том, что он принимает Христа, что он становится православным христианином. Вот, все, этого достаточно, даже без вот этих вот тысяч молитв. Вот, поэтому мы принимаем и крещение, когда оно совершено даже не священником, когда просто человека ведут по его воле, если он очень хочет покреститься, если есть угроза смерти, жизни, то человека ведут в любой водоем и с молитвой погружают троекратно. Так же и мама может покрестить своего ребеночка в реанимации, например, да, водичкой? Да, ради страха смертного называется, вот. И потом просто уже докончить это таинство миропомазанием уже в храме. Спасибо за ответ. А у нас есть еще один звонок сегодня. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Да. Здравствуйте. Добрый вечер, будьте любезны, уважаемый батюшка и уважаемый телеведущий, спасибо. Добрый вечер, еще раз взволновалась. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Можно ли вечером, уже перед сном, находясь в постели, читать Евангелие? Оно у меня лежит на тумбочке, и мне всякий раз хочется взять, но я боюсь, не считается ли это грехом? Сейчас ответим. Во-первых, это уже хорошее намерение, что похвально, да, если рука тянется все равно к Евангелию. Но все-таки благословляется почтительное отношение к Священному Писанию. Нельзя позволять себе вульгарность и фамильярность по отношению к Нему все-таки. Желательно одеться, желательно, ну, хотя бы сесть на кровати или на край кровати, да. Вот. И это не будет уже грехом. Сам тот факт, что человек уже читает Священное Писание, это уже похвально и целуется Господом. А, конечно, не стоит себе позволять разных вольностей. Спасибо большое. Следующий вопрос у нас от Юрия. Как быть, если родители в разных динаминациях? Мама православная, отец со временем стал верующим, но выбрал евангелистских баптистов. Вот что делать? Ну, значит, в семье произойдет какая-то диалектика такая, что рано или поздно они идеологически столкнутся. Это неизбежно. Кто-то кого-то, может быть, даже перетянет. Но здесь нужна стойкость, конечно, у православной мамы, да, которая должна понимать, что вот ее муж находится пока во временном заблуждении. Не стоит, конечно, напирать на него и всячески осуждать, хотя оно, может быть, то и просится, да. Но уважать его выбор, молиться за него и ожидать, конечно, чудо Божие, что когда-то он, может быть, тоже станет все-таки православным. Увидя рано или поздно, что та секта, которую он выбрал, на самом деле бездушная, что не имеет живого духа, потому что она давным-давно уже отошла от всех маломальских, да, там, скажем, католичеств даже пошли в многие секты, да. Она уже потеряла часть благодати апостольской, благодаря разным там заблуждениям, вот. А уж тем более секты, которые отклупались уже от католичества, да, там уже пошло дробление-дробление, да. Это уже глубоко бездуховные организации, в которых уже на первом месте вовсе не Христос, а, возможно, материальная сторона. И они часто придумывают какие-то чудеса. Там много подставных людей, которые рассказывают о чудесах в своей жизни, актеров настоящих, вот, и завучивающих тексты целые. Это, конечно, печально. Батюшка, спасибо вам за ответ. А я напомню, что сразу после нашего эфира начнется документальный фильм. И сегодня он из цикла «День ангела». Называется «Апостол Петр». Вот, батюшка, в связи с этим у меня к вам такой вопрос. Известно, что апостол Петр, он проявил такую слабость, предательство. Когда его спросили, знаешь ли ты спасителя, он сказал, что не знает. Чему этот поступок может нас научить и что рассказать? Да, мы знаем, что Христос в Евангелии очень часто использовал различные совершенно ситуации для того, чтобы для нас оставить яркий пример, какое-то норовоучение, назидание. Например, вот про неплодоносящую смоковницу. Апостол Петр, имя, которое переводится как «камень» или «кифа» на еврейском, на самом деле проявлял очень большую твердость в вере. И неспроста он пошел за Спасителем, и Господь сказал ему «на сем камню сотворю церковь мою». И это нам… Здесь много очень сразу же, много очень норовоучений в этом событии, когда апостол отрекся. Во-первых, это нам показывает, что даже человек абсолютно надежный, казалось бы, может дать слабину, пасть. Мы видим в этом огромное милосердие Божие, что несмотря на то, что он вроде бы отказался, вроде бы проявил такую трусость, малодушие, Господь его понял. Он снизошел и все равно простил его. Это нам показывает о том, что и мы будем прощены, если так или иначе проявили где-то малодушие. Но ни в коем случае нельзя этим пользоваться и думать, что наперед, что «а вот сегодня я Господа предам, потом Господь меня простит». Вот в таком случае вряд ли уже простит, хотя Господь милосерден, безгранично, но вот так искушать Господа точно не стоит. А вот сама эта фраза, что тот, кто кажется надежным, может предать, значит ли это, что нам надо опасаться, что все-таки какие-то наши и близкие люди могут нас предать или бояться тут точно не стоит? Всяк человек ложь, как говорится, ложь в этом плане, что ненадежен. Это церковнославянское слово, то есть зыбок, неуверенный он даже в себе, да, хотя показывается собой как будто сама скала, сам камень, кремень, да, но и самые сильные люди ломаются, и при виде угрозы для собственной жизни действительно могут поступить со своими принципами. Господь все равно, видя наше раскаяние и веру, может простить нам и такой грех. Хотя конкретного предательства все равно не произошло, это было, скажем, такое боязнь, на самом деле. То есть это не тот грех Иудин, да, когда действительно он продал Христа за деньги, вот, в конце, да, там повесился или его повесили, есть разные версии. То есть у человека все равно была возможность даже после того, как он предал, покаяться, но он этого не сделал. Он, наоборот, похоронил себя еще при жизни и отвернулся от Господа окончательно, почувствовав и бесконечное угнетение, депрессию, уныние, отчаяние. И это его затянуло как в болото, и он больше не видел никакого просвета и надежды на спасение. Спасибо, отец Фотий. Посмотрите, пожалуйста, этот документальный фильм. Но я напомню, что на ваши вопросы сегодня отвечал и романах Фотий Мачалов. За что вам большое спасибо. Также благодарим нашего сортопереводчика Нелю Пряничникову. А мы с вами увидимся завтра на телеканале «Спас» ровно в 20.00. Готовьте ваши вопросы и храни вас Господь.